Как считать мысли другого человека? Ответ на сегодняшний день, при сегодняшнем уровне развития психологии, как науки и технологий, которые фиксируют ту же активность головного мозга и так далее, ответ – никак, невозможно это делать. Да, можно получать какие-то обрывочные сведения через ту же невербалику, через механизм проективной идентификации, понимание этого механизма, через те же приборы, которые фиксируют активность головного мозга и разные физиологические реакции, но это обрывочные сведения. И как бы там, где кто-то не рассказывал на ютюбе еще где-то прямо какие-то технологии, но надо понимать, что пока это такие больше сказки и фантазии, нежели реальность. И милофон пока не изобретен, милофон – это кто помнит моего возраста, был такой когда-то сериал «Детский гости из будущего», да, и там вот показывали такой приборчик, милофон, его подносили, например, к двери квартиры, да, и кто держал милофон, он слышал мысли, что там люди думают в этой квартире. Вот, пока такого прибора нет, по крайней мере, может, в каких-то секретных лабораториях, вот, где-то очень-очень глубоко это все спрятано, но на поверхности нет. Но меня, как глубинного психолога, интересует здесь другая грань вопроса – это зачем? Зачем вам читать мысли другого человека? Отвечая на этот вопрос, вы можете для себя прояснить очень интересные вещи о себе же. Ну вот представьте, давайте какую-то гипотетическую ситуацию возьмем, вот женщина, она сомневается в том, изменяет ей муж или нет, ну вот есть у нее такие подозрения. И она говорит, вот если бы я читала его мысли, я бы залезла в его голову и поняла, изменяет, не изменяет. И вот у нее появляется такой милофон, она подходит к нему, прикладывает и слышит мысли, и понимает, что нет, не изменяет, все отлично. И идут, они живут дальше, долго и счастливо. И здесь вопрос, долго ли и счастливо ли? Опять же мой ответ, как глубинного психолога, конечно же нет. Сто процентов, сто пятьдесят процентов, что те же мысли к ней вернутся через неделю, через две, через месяц. Это вопрос времени. Эти мысли могут немножко поменять одежку, как-то чуть-чуть видоизмениться, но суть останется та же. И вместо того, чтобы, смотрите, мысли, например, в семье, мысли об изменении, ну какая-то тревога, какие-то подозрения, они всегда свидетельствуют о назревании конфликта внутри системы. И точка конфликта – это всегда точка роста. Система развивается через конфликт, через разрешение конфликта. И если бы не милофон, что могла бы сделать эта женщина? Она могла бы вообще задать себе вопрос, а почему у меня такие мысли возникают, а что у нас в семье происходит? Может, я вообще уже не чувствую себя сексуальной, а может, у нас полгода секса не было, а может быть, вообще это мое сексуальное желание, мне хочется других мужчин, мне тут тесновато, и я проецирую это желание на своего мужа. Очень часто это бывает, когда один партнер подозревает другого в измене, на самом деле это его спроецированное желание как-то разнообразить свою сексуальную жизнь, в частности с другими партнерами, которые, опять же, можно символизировать и понимать, что это для развития пары, чего мне не хватает в текущем формате отношений, как я могу это привнести в свою текущую пару, в текущую семью и так далее. В общем, это уже вопрос второй. Но в любом случае, когда наша гипотетическая женщина задумалась бы в эту сторону, она бы получила что? Она бы получила возможность развития своей пары, и тогда подобные мысли не возвращались бы, и, например, измены в этой семье, вероятность измены в этой семье, она бы сильно снизила. То есть вот эта тревога, подозрения, которые заставляют желать получить возможность копаться в голове другого человека, это симптом какого-то внутреннего конфликта, в котором всегда содержится энергия для развития. И мы можем воспользоваться этим, получив развитие, а можем просто защититься от этого, например, через чтение мыслей другого человека или еще какие-то техники, и оставить все, как есть. И вопрос времени, когда рванет вот этот внутренний конфликт, назревает-назревает, он все равно рванет. Ну, не сегодня, а так через неделю, а так через месяц. Поэтому, когда у вас возникает желание залезть в голову другого человека и прочитать его мысли, понимаете, задайте себе вопрос, что мною движет? Почему я так не доверяю другому, себе, миру, почему мне так все нужно проконтролировать, почему я не вижу других возможностей получить то, что я хочу, как только путем насилия над другим человеком? Потому что залезть в голову – это насилие, это вторжение. И, ну, очевидно, что если у человека возникает такая идея, то где-то он это переживал в детском опыте и так далее. Ну, это такая уже отдельная история. В любом случае подумайте о том, что на самом деле, если у вас возникла какая-то проблема, решение, которое вы ищете, то в этом есть потенциал для вашего роста. И вы можете сосредоточиться на своих мыслях. И вместо того, чтобы читать мысли других людей, я предлагаю внимательно относиться к своим мыслям. Если вы хотя бы несколько дней понаблюдаете, чем занята ваша голова в каждый момент времени, вы обнаружите невероятно интересные вещи. И если вы какие-то из этих привычных мыслительных паттернов измените внутри, ваша жизнь поменяется на 360 градусов, и вы получите все, что вы хотите. без того, чтобы влезать в головы других людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...